Добрый день, дорогие уважаемые коллеги, председатели. И хотелось бы поговорить о диагностике меланомы кожи, которую мы можем предоставить при рультуозыковом исследовании и при лучевой диагностике. Меланома кожи представляет злокачественное образование из мелацитов. И что очень нужно для того, чтобы избежать более 80 смертей от рака кожи, это 1% приходится на меланомы, это, конечно, ранняя диагностика. Основными прогностическими факторами являются, как мы знаем, толщина первичной опухоли по бреслу, уровень вази по осенную и кларку и патологические изменения в реагиональных лимфатических узлах как зоны возможного метастазирования. Два направления в ультразвуковой диагностике – это именно определить патологию первичной опухоли, которую мы знаем, эти работы проводились нашими коллегами. Сейчас появляются датчики высокочастотные, которые могут определить именно опухоль в эпидермисе и определить, как именно она инвазирует в кожу и затрагивает она только именно кожу или уже подкожно-жировую клетчатку, как видно на этой диаграмме. И минимальная толщина эпидермиса отмечается в этих работах, именно плеча и бедра где-то 1 мм, и до 4 мм дерма, которую мы можем визуализировать. Вот эти работы, которые планировали хирургическое лечение. Мы видим минимальные изменения именно кожи в районе эпидермиса, и мы можем увидеть кровоток в этой опухоли, либо мы видим уже значительных размеров опухоли, которые мы видим, что по Брислову 4, и уровень инвазии, если поселим на красную, тоже 2. Мы можем увидеть именно воскулизацию опухоли и каким-то образом нашим хирургам сказать, что именно так инвазируют именно при первичном осмотре высокочастотными датчиками или датчиками от 7 до 14 МГц. Это опухоль. Но в нашей руководственности рекомендации и в рекомендации лучевая диагностика представлено, что нужно определить при ультразвуковом исследовании именно структуру периферических лимфатических узлов, органы брюшной полости, забрюшированного пространства и малого таза, также выполнить компьютерную томографию грудной полости, либо МРТ брюшной полости с контрастированием органов малого таза с контрастированием при лирокализации опухоль на коже нижней половины туловища нижних конечностей, также выполнить магнитно-резонансную томографию внутривенном контрастировании, радиотезотопное исследование при уже поражениях 3-4 стадии, ну и выполнить позиторно-эмиссионную томографию. И лучевая диагностика, как я уже говорила, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, предстально-ультразвуковая диагностика и ПЭТ-КТ. И с клинической стадии 2-4 мы выполняем КТ органов грудной клетки брюшной полости с внутривенным и малого таза с троимерным контрастированием. И когда есть противопоказания, это УЗИ брюшной полости или рентгеновское исследование. Магнитно-резонансная томография, я говорил уже, да, в тех же стадиях, именно для исключения поражения головного мозга. И позиторно-эмиссионная томография, если нужно определить уже прогнозированную оценку ответа на терапию, благодаря способности инфицировать опухолевые ткани, повышение потребления мечен-радиоактивных изотопов, чаще всего глюкоза. Но есть работы, которые все-таки регламентируют, что ультразвуковое исследование – это оптимальный метод визуализации для стадирования узлов. А позиторно-эмиссионная компьютерная томография все-таки показывает чувствительность ниже специфических при именно поражении метастатических и лимфатических узлов. Это именно нужно для определения отдаленных метастазов. И в рекомендациях мы знаем, что ультразвуковому исследованию определяется достаточно большое исследование именно периферических узлов. Мы видим, что чувствительно-специфичность точность достаточно высока по сравнению с определяемой чувствительностью при компьютерной томографии метастатического поражения и при нитном резонансе томографии. При визуализации узловых образований региональных мы должны определить, это реактивные изменения, либо это какие-то постреактивные изменения, либо это метастатические. И среди визуализированных узлов на долю именно реактивных изменений прилагается у взрослых где-то 70-85%, а у детей достаточно много, 90%. И мы изучаем ультразвукованную анатомию узла, мы оцениваем микро- и макрометастазы и корректная оценка именно неизмененных лимфатических узлов, то есть если нет изменений, достаточно высока. Мы должны определить, где располагается, если мы выявляем метастатическое паразит, на шее мы знаем топографические уровни, такие же топографические уровни есть в подмышечной области и в пахлопедренном группе, и в глубокой пахлопоздушной области. И в базовое исследование ультразвукованного мы видим достаточно большие характеристики, которые характерны для нормальных лимфатических узлов. Чаще всего определяется не длинник, а поперечный для определения размеров. По данным авторам он калибрится до 10 мм. Мы должны определить с достоверностью нормы или патологии толщину кортикального слоя, или определить индексопатия, это соотношение поперечное переднее-заднее уровня узла, и ответить, это единичное поражение на лимфатическое узло, множественное поражение, либо это спаяно уже в конгломераты, то есть с нарушением именно капсулы лимфатического узла. Форма лимфатического узла тоже определенная. Когда мы видим неправильную форму или спеклообразную, то есть идет поражение уже именно капсулы лимфатического узла, тоже определяет это как метастатический процесс. Контуры важны. Нечеткий бугуристый контур тоже характерен для метастатического процесса. Ну и, как уже отмечается, именно нарушение кортикального слоя, а при меланоме мы можем визуализировать минимальные изменения в кортикальном слое, до иногда 2-3 мм мы можем заподозрить, и таргент направит именно хирурга на исследование данной области, то есть для тонкой аспирационной биопсии в этой области. Ну и дифференцировка ворот тоже важна, то есть когда они смещаются, мы видим, особенно при меланоме, что имеется именно поражение лимфатического узла. Также определяется объем, то есть мы можем увидеть какое-то локальное изменение и поражение 1-2 объема узла, либо всей поверхности. В базовое ультразвуковое исследование также входит оценка кровотока. Мы можем увидеть сосуды в лимфатическом узле и оценить именно структуру кровотока, то есть архитектонику сосудов гелярный, это транскапсулярный кровоток или смешанный. Также определить, есть ли сосуды в лимфатическом узле минимальный, умеренный или обильный цвет. И мы видим, что различаются реактивные изменения и патологический кровоток, когда изменяются сосуды, а есть обрубленность или повышение или снижение кровотока. Также определить количественные характеристики при дополе. Чаще всего это определяется индекс сопротивления или индекс резистентности. И у нас были работы по этому профилю, именно связанные с меланомой, когда индекс резистентности поднимался от 0,2 до 1, и пульсационная скорость повышалась от 15,5 до 19,9 метров в секунду. Что еще может представить мультивератическое и звуковое исследование? Это еще может быть эхоконтрастирование или эластография. Применяется компрессионная эластография с определением уже цветности в узловых образованиях. Определяется она по повышению жесткости, определяется синим цветом, мы все знаем. И также определяется и по количественной характеристике где-то около двух единиц. И также может применяться и контрастное усиление. Мы можем рассмотреть именно перфузию в лимфатическом узле, накоплении или вымывание контраста. Чаще всего это визуальная оценка качественных характеристик. Мы видим контраст, который повторяет сосудистую архитектурную лимфатическую узла. Также мы можем определить сосуды по периферии. И если они неоднородные, это признан злокачественность процесса. И когда распределяется, конечно, контраст уже вне капсулы лимфатического узла. Так выглядит подозрительный лимфатический узел, особенно при меланоме, когда мы видим какие-то минимальные извинения, которые еще не видны при исследовании в других модальностях. Ну и вторично изменено лимфатическое узло, когда уже все поражение. Мы видим как усиление кровотока по периферии, так и жесткость при эластографии. И при определении именно артериальную и венозную фазу мы видим быстрое наступление контраста и быстрое вымывание в венозную фазу. Вторичное поражение лимфатических узлов разнообразно. Проскоклеточный рак может быть повышение эхогенности. При меланоме мы видим снижение эхогенности. Картикальный слой лимфомы иногда поражает или не изменяет картикальный слой неоднородно. И вот пример поражения при меланоме мы видим в B-режиме, в режиме CDK по периферии кровоток. Мы видим именно изменения в центральной части лимфатического узла с изменением. И при эластографии мы видим неоднородную при компрессионной эластографии жесткость в этой зоне с повышенным коэффициентом жесткости до 4. И неоднородное накопление контраста в этом лимфатическом узле при поступлении контраста мы видим с быстрым вымыванием на кинетической петле. Это метастатическое поражение при меланоме. И в заключение хотелось бы сказать, что именно мультипараметрическое ультразаковое исследование в диагностике первичной опухоли кожи и метастатической поверхности расположенных лимфатических узлов, обладая высокой диагностической специфической на первичном этапе, позволяет и с использованием современных методик достаточно точно оценить структуру поверхностно-расположенных лимфатических узлов. Главное определить зону патологического изменения и выполнить функционную биопсию. И наши другие модальности МРТ, КТ и ПЭТКТ с большой диагностической эффективностью используются для выявления оценки распространенности опухолевого процесса, структуры органов и группу расположенных лимфатических узлов. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.